В железнодорожном районе Ульяновска состоялась заключительная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Главная цель торговли – обеспечить жителей продуктами по доступным ценам. Свою продукцию представили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства из 16 районов и двух городских округов области, а также товаропроизводители из соседних регионов. Сегодня мы завершаем наш весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок областных. Завершаем его в железнодорожном районе города Ульяновска. Сегодня у нас порядка 210 автомашин, которые проходят торговлю со всех практически сельских муниципальных образований. Достаточно большой широкий спектр у нас сегодня представлен сельскохозяйственной продукции. Безусловно, всегда традиционно у нас фермеры активно участие принимают, наши аучевические хозяйства. И сегодня можно наблюдать даже по ряду позиций, где цены практически в два раза дешевле по сравнению с теми, что представлено в торговых сетях. Пенсионерка Людмила Зелинская живет одна. Рассчитывает только на свои силы и поэтому ярмарки – хороший подспорь для ее бюджета. Я вот бабушка, пожелаю мне прям очень-очень хорошо на ярмарках, все есть. Всегда ходите? Все, а я тут живу недалеко, я все равно хожу сюда. А вот вам принести то, что вы купили, помогают? Помогают волонтеры, всегда помогают. Всегда помогают волонтеры, дай бог, прям всем здоровья, кто организовывает вот эти ярмарки. Лидия Григорьева из Чердоклинского района не пропускает ни одной ярмарки. Продает натуральное и качественное подсолнечное масло. Женщина признается, что торговля всегда идет хорошо. Ульяновские покупатели продукцию знают и ценят. У вас подешевле, чем в магазине? Естественно, намного. И натуральное. И натуральное, без запаха, вкусное, хорошее. Ага, покажите. Я буду куплен в вашей Токлинский район. Константин Григорьев продает на ярмарке крымские яблоки. По словам мужчины, торговля идет хорошо, поэтому он принимает участие в каждом таком событии и благодарен организаторам. Пока нормально. Надеемся, еще лучше будет. На каждую ярмарку участвовать? На каждой ярмарке. Хорошая выручка? Устраивает. Алексей Волков выращивает пчел и занимается производством меда. Для мужчины это не просто семейный бизнес, но и любимое дело, которому он отдает почти все свободное время. Участие в ярмарках позволяет реализовать сразу большое количество продукции. А сложно вообще медом заниматься? Приехать, съем. Болеть надо. Что нужно сделать? Болеть пчелами надо. А, болеть надо, понятно. Нина Дмитриева приобрела на ярмарке куриные яйца и лаванду. Несмотря на то, что это лишь второй визит женщины на ярмарку за несколько лет, она довольна покупкой и ценами. Цена, конечно, подешевле по сравнению с ее емкостью. Они все-таки покрупнее, чем 65 в магазине. Ну, хорошо вообще-то. Мне понравилось. Очень. Владимир Нагорнов занимается продажей свежего мяса. На завершающей сельскохозяйственной ярмарке ему удалось реализовать почти всю продукцию. Ну, почти все. Вот одна туша была, там почти не осталось. То есть, а почему так хорошо у вас подешевле? Ну, смотрите, и цена подешевле, и товар какой. Красивый, да? Да. Люди сюда 8 берут. Нина Пузова пришла на ярмарку за деревенским свежим мясом, которое здесь можно купить дешевле, чем в магазинах. Вот я сивок купила, лук сивок. Здесь дешевле. Да и мясо тут дешевле можно купить. Свинина по 260. А качество товарных продуктов устраивает? Устраивает. Свинина деревенская. Заключительную весеннюю ярмарку посетило несколько десятков тысяч человек. Ульяновцы покупали капусту по 50, картофель по 30 рублей и другие продукты намного дешевле, чем в торговых сетях. Это стало возможным благодаря отсутствию наценки и прямому контакту производителей и покупателей. Сельскохозяйственные ярмарки продолжатся будущей осенью.